Недавно писали, что Верховная Рада решила легализовать порнографию. Не всю, частично, с какими-то ограничениями, но по крайней мере какая-то часть производства порнографии будет декриминализована. Это очень хорошо, я с этим Украину и украинский народ искренне поздравляю. Это та тема, которая мне была всегда близка, независимо в Украине или в другой стране, в мирное время, во время войны. И все равно. Некоторые сразу начали писать, что это чуть ли не по заказу Москвы, потому что вместо того, чтобы какие-то более важные меры принять, или эту РПЦ ФСБшную запретить, УПЦ ФСБ, или еще что-то такое важное законодательно принять, они порнографию легализуют. Но на самом деле я не согласен с этим, потому что УПЦ ФСБ надо запретить, да, несомненно. Но тем не менее, тем не менее, порнографию тоже надо легализовать. Никакие запреты в этой области не имеют права на существование. И не так куца как-то ограниченно легализовать, как вот хочет Верховная Рада, а полностью легализовать. Вообще без всяких ограничений ничего этого быть запрещено не должно. Никакой порнографии, никаких материалов, видео, фото, никаких запретов быть не должно. Пускай вон, это самое, герб Советского Союза будет запрещено, изображение запрещено, или там серп и молот, или портреты Ленина и Сталина, это еще пока, так сказать, необходимо. Если уж запрещать, так скорее вот это, это запрещено, и слава богу, за это сажают. Хотя, может быть, лучше бы там штрафы большие давали бы, чтобы из коммунят мучеников не делать. А порнографию надо легализовать. Также точно, если взять все это в купе, в комплексе, до этого, я уже говорил, по-моему, здесь уже скандал был, и на меня кидались там всякие традиционалисты в комментариях, что до этого Верховная Рада там начала заниматься темой легализации однополых браков. Ну, правда, не браков, а каких-то партнерств непонятных, там, имеющих отличие от статуса брака настоящего. Плюс Верховная Рада занималась так, что там, я уже не помню, принято в первом чтении, что ли, сейчас просто честно не помню, очень извиняюсь, что пошла тема легализации медицинского каннабиса. Вот все это вместе, легализация порнографии, там, хотя бы, хотя бы медицинского каннабиса, хотя бы каких-то однополых партнерств, хотя недостаточно, что это партнерства, это хорошо, это говорит о том, что Украина европейская страна, что она движется в правильном цивилизованном направлении, что она вот именно движется туда, куда надо. Все, ну, я уже, по-моему, тоже говорю, что большинство, не все, но большинство, большинство политических сил, которые, как бы, патриотически поддерживают отстаивание Украины, независимость Украины, и воюют на фронте, и, вообще-то, так сказать, делают для Украины все, что могут, к сожалению, большинство из них традиционалисты, вот это, тут тоже, вот это, вера в Иисуса Христа, там Дудин пропагандирует веру в Иисуса Христа, здесь тоже есть кому пропагандировать, этого Иисуса Христа, который, ну, мало помогает, на самом деле, против кроватых ракет, если честно. И против, там, дронов и всего остального, мало он помогает, не то средство борьбы за Украину, абсолютно. Традиционалисты, которые тоже продолжают, там, молиться, и иконы, и все остальное, вот, и они, вот, как бы, против этого всего выступают. Ну, это их право выступать против этого, но я лично, я говорил об этом и буду говорить, я всегда буду выступать за вот это, за все, за полную легализацию однополых браков и усыновление детей однополыми парами. То есть, просто, просто права людей должны быть уравнены, независимо от их сексуальной ориентации. Все права, так сказать, натуралов и ненатуралов должны быть равны. Никакой дискриминации по этому признаку быть не должно. Все наркотики должны быть легализованы, не только медицинский каннабис, а все остальные. Люди должны сами решать, что им употреблять, что им не употреблять, как им жить, чем им колоться. Не должно государство совать в это свой нос и, так сказать, спасать их от самих же себя за счет, так сказать, нарушения прав других людей, которые не нуждаются в государственной опыте. Так же, как и порнография должна быть, вся полностью легализована, полностью без ограничений. Никаких посадок за картинки, за распространение картинок, за производство, видео или что-то еще быть не должно. Люди должны быть свободны, государство не должно совать свой нос в их частную жизнь. Я настаиваю на этом. Это не только для Украины. Хорошо, что в Украине вот это все как бы потихоньку двигается, эти процессы. Верховная Рада, хотя она и там далеко не идеальная, скажем так. И много всякого такого совершила в свое время еще до войны. Но тем не менее, тем не менее, вот этот, этот вектор, я думаю, что он абсолютно правильный. Это вектор в сторону цивилизованных европейских стран. И в Америке это легализуется тоже, и однополые братья, и частью там где-то и наркотики, и та же трава, что-то еще. В эту сторону и надо двигаться. Я буду об этом говорить всегда и доставить на этом. Вопреки всем традиционалистам, сейчас опять в комментариях мне традиционалисты начнут писать, что я такой секвой, что я левый и так далее. Я не левый и не правый, я уже об этом говорил. Я либертарианец и настаиваю на полной экономической свободе, на полной личной свободе, на полной политической свободе. Все должно быть декриминализовано, легализовано и освобождено. Все эти статьи карательные. За вот эти вот идиотские вещи, тем более за преступления беспотерпевших. Потому что та же самая порнография или те же самые наркотики, это все так называемые преступления, где нет потерпевших. Купил в кого, да, или там картинку посмотрел, скачал, посмотрел картинку в интернете. Или там еще что-то потерпевших нет. Никто не пострадал от этого. Статей этих в уголовном кодексе быть не должно. Ни в одной стране, ни в Украине, ни в России, ни в Америке, нигде. Все это должно быть полностью декриминализовано. Субтитры создавал DimaTorzok